Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Чем точнее мы хотим определить прогноз погоды, тем к более сложным метеостанциям нам приходится прибегать. Станция, о которой речь пойдет ниже, относится к более высокой категории и требования к ее установке ощутимо выше, чем к ее аналогичным собратьям. Отличительными сторонами данного устройства является чрезвычайно богатая поставка и возможность интеграции его с персональным компьютером. Ну что, заинтригованы? Тогда начнем знакомство с метеоцентром Oregon WMR200. Уже один вид огромной серебристой коробки чемоданчика вызывает невольное уложение. Открыв его обнаружим, что комплектация станции богатейшая. На ее одно перечисление можно потратить несколько минут. Отмечу только то, что в комплекте предусмотрено все до малых мелочей. Обратим сразу внимание на базовый блок станции. Он небольшой, весит около 500 грамм и выполнен из серебристого пластика. Сверху корпуса разместились два разъема сетевого адаптера и USB кабеля. Сзади расположены откидные стойки с петлями для установки станции на стол либо крепления ее на стеге. Тут же расположен отсек элементов питания. На фронтальной панели блока находится большой и интересный экран. Однако вернемся к нему чуть позже, предварительно изучив остальное содержимое коробки, а именно датчики. В комплект поставки станции входят датчик ветра, термогидродатчик, датчик осадков, солнечная батарея и мачта. Все датчики поддерживают возможность их расположения в радиусе до 100 метров от базовой станции. Мачта, входящая в комплект диаметром 1,25 дюйма у основания и высотой около 2 метров, имеет специальные кронштейны для монтажа и растяжки, а также вспомогательные держатели для крепления датчиков. Солнечная батарея, входящая в комплект, обеспечивает питание только двух датчиков, монтируемых на мачте, а именно датчика ветра и термогидродатчика. Датчик ветра, устанавливаемый на мачте, имеет скорость и направление ветра и состоит из флюгера энэмометра. Термогидродатчик имеет очень большой диапазон измерений температуры и влажности от минус 50 до плюс 70 Цельсия и от двух процентов до девяносто восьми процентов соответственно. Стоит отметить, что к станции могут быть подключены до десяти таких датчиков. От солнечных лучей и осадков корпус датчика предохраняет специальный защитный колпак. Датчик осадков измеряет только жидкие осадки, устанавливается на открытом месте и точно по уровню. Отмечу, что в комплект входит защитная решеточка, препятствующая попаданию в него мусора. Кроме входящих в комплект датчиков, станция способна работать еще и с датчиком ультрафиолетового излучения. Теперь вновь обратимся к базовому блоку станции и рассмотрим, какие данные отображаются на ее экране и каковы форматы их представления. Станция имеет 7-дюймовый сенсорный экран, который разделен на 9 зон и снабжен синей подсветкой. Управление станцией находится в нижней девятой зоне. Для выбора активного режима отображения достаточно просто нажать на соответствующую сенсорную область представления данных. Начнем с часов. Они радиоконтролируемые и обладают возможностью автоматической синхронизации. Возможна их ручная настройка, а также поддержка различных форматов представления, времени и даты. Кроме того, станция снабжена функцией «Лунный календарь». Прогноз погоды представлен в виде 7 возможных пиктограмм – ясно, день-ночь, переменная облачность – день-ночь, облачно, дождь, снег. При этом устройство прогнозирует погоду на ближайшие 12-24 часа на территории в радиусе 30-50 км от своего местонахождения. Температура может отображаться по шкале Цельсия либо Фаренгейта. При этом на экране видны одновременно показания только одного из внешних датчиков. Также станция показывает так называемый индекс жары, представленный четырьмя уровнями опасности. Станция показывает одно из 16 направлений ветра с помощью указателя в виде компаса. Для оценки скорости ветра могут быть применены следующие единицы измерения – метры в секунду, километры в час, мили в час и морские узлы. Сила ветра представлена на дисплее одной из пяти пиктограмм, имеющей вид развивающегося флажка – шкала Бофорта. Кроме этого можно видеть как среднюю, так и шквалистую скорость ветра. Станция отображает так называемый индекс охлаждения ветром – комбинированный показатель, основанный на температуре и скорости ветра. Для отображения данных об атмосферном давлении применяются следующие величины – миллиметры ртутного столба, дюймы ртутного столба, милибары и гектопаскалии. Обратите внимание, что для корректной работы станции необходимо в ее настройках установить значение высоты вашей местности над уровнем моря. Уровень выпавших осадков измеряется в миллиметрах и дюймах. Кроме этого станция показывает также значение точки росы. А для отображения УФ-индекса используется 5 пиктограмм уровня опасности излучения, отображающие 12 уровней данного параметра. Кроме этого станция хранит историю изменения с регистрацией всех максимальных и минимальных значений получаемых данных. Отмечу, что прибор имеет автономный блок памяти с устанавливаемой частотой записи всех измеряемых параметров. При этом можно сохранить данные за период от 29 до 436 дней. Для удобства работы со станцией и для ведения статистики данных имеется возможность подключения базового блока к персональному компьютеру. С этой целью со станцией поставляется специализированное программное обеспечение и USB кабель. Тут следует отметить, что программа может быть успешно настроена и формально функционировать только при наличии подключения к сети интернет. Это определяется тем, что многие данные она берет с удаленного сервера. Наряду со сбором данных программа позволяет осуществить их выгрузку и печать для последующей обработки. Интерфейс программы удобен и имеет поддержку русского языка, но что сильно расстроило, так это отсутствие программы украинских населенных пунктов. Рассмотренный нами сегодня прибор в целом оправдал ожидания. Богатая комплектация, качественная сборка, удобный сенсорный экран оставляют очень хорошее впечатление. Но учитывая немалую стоимость и позиционирование данного прибора в сегменте полупрофессиональных станций можно было бы ожидать и наличия в базовом комплекте поставки ультрафиолетового датчика и более контрастного дисплея и адаптированного для Украины программного обеспечения. Впрочем, это нисколько не умаляет остальных потребительских качеств этого очень функционального и многопланового метеоцентра. В целом, Орегон ВМР-200 удачный и функциональный прибор, который может быть полезным не только продвинутым любителям метеонаблюдений, но и владельцам приусадебных хозяйств и фермерам. Кроме этого, станция имеет все возможности для включения в состав оборудования системы «Умный дом». С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!